Нужно засунуть, понимаете, да? То есть, ребёнку нужно засунуть, чтобы туда попало, никак через другое не попадёт. Ага. Через кружочек. Вот так примерно весь день проходит. Там нажала, там упала, там вывалилась через кружочек. Поехали. Всё у нас так валяется. Мы начнём так сегодня. Спонтанно. Привет, мои хорошие! С вами Стирена Свэй и Деник, мой сынуля. Он будет нам сделать фон. Да, котён? Ты рад, что я тебе представила? Ну, я решила. Да, да. Это он вас приветствует. Сегодня у нас... Что у нас сегодня будет? У нас сегодня фикс прайс, пару покупок с Алиэкспресс и дальше будут другие покупки, чем я хочу с вами поделиться, что я нашла, чем мы сейчас пользуемся, в общем, и для себя, и для малыша разные покупочки. Давайте начнём с Алиэкспресс, потому что все его любят и, возможно, дальше смотреть потом не захотят. Их интересует исключительно фикс прайс. Фикс прайс я купила. Значит, смотрите, что я купила. Я купила для ребёнка вот такие вот штучки, они появились. И мне, кстати, вот и любопытно. Но единственное, что мне сказали, 100 рублей стоит. Единственное, что мне сказали, когда я на кассе подходила, какая-то женщина говорит, вы знаете, мы брали ребёнку, он грызёт их и отрывает. И мы, типа, перестали давать. Но мне кажется, здесь достаточно, ну, такая, знаете, ну, как... Я не знаю, сколько сильно должен быть ребёнок, чтобы всё это... На, дай. Ну, обычно я мою всё, это, конечно, перемою. Ну, иногда не мою. Например, сейчас. Пусть поиграется. В общем, здесь и кружочки, и квадратики, и всё. Это будет всё, конечно, разбросано по нашей квартире, но чем бы дитя не тешилось, лишь бы было занято. Дитё. Вот, здесь 32 детальки в наборе. Мне кажется, это клёво, но я прослежу. Я думаю, что хоть у нас и есть зубы, у нас ещё два зуба полезли сбоку. Так что всего у нас теперь 8 зубов. А нам 9 месяцев, да. Это кто будет спрашивать. Также для праздника, который я готовлю для дыни на 23 сентября, я потихоньку набираю. Я ещё взяла стаканчики вот такие. На этих было написано хэппи бёзды, на этих просто, видите, они такие просто нарядные. Также я купила ещё длинные вот такие вот шарики. Они с насосом идут вместе. Я думаю, что ребята захотят для малышей что-нибудь попробовать сделать. Тем более здесь сзади написано, что можно сделать, какие игрушечки. Да я и сама, честно говоря, с удовольствием попробую вот это всё поделать для ребёнка. Потом взяла вот такие шарики. Здесь просто они такие удлинённые, симпатичные, разноцветные. Также взяла вот такие ещё. Тоже там были хэппи бёзды написаны. А здесь просто разноцветные, потому что, я думаю, нам тарелок не хватит. Они, если будут улетать, меняться, что-то там на них. В общем, это мы к празднику. Готовимся к дню рождения малыша. Дальше для малыша. Если я с вами хотела же попробовать, я, кстати, насос купила, долго искала, есть ли насос вообще в фикс-прайсе. Это я показывала в прошлых покупках. Но также я купила ему вот с ножками, видите, вот такой вот круг. Оставались там только оранжево-зелёные. Это у нас такая ящерка, что ли, или что-то такое, я не знаю. И тоже, вот знаете, недавно мне сказали, что вот это дно отваливается, представляешь? Типа опасно очень. Но я думаю, что надо тогда быть более внимательными. Хорошо, что предупредили. И расскажите, у кого были случаи такие, что вот такие вот круги с ножками, куда дети пролазили, да, отваливались, и вот были какие-то казусы. Расскажите, пожалуйста. Мне будет очень интересно. Я хочу попробовать его надуть. Он вот такой вот. Я хочу попробовать его надуть именно этим насосом, потому что вообще тяжеловато бы дуть. Вот мы вставляем его вот в это отверстие и начинаем дуть. Надуется ли он у нас как шарик, интересно? Ну давай, только не говори, что ты не дуешься. Ой. Сейчас. Черт. Блин, походу оно не дуется, мне кажется. Ну-ка, сейчас я еще его. А ну-ка. Поглубже эту штуку. О. По-моему, он не справляется. Но может быть чуть-чуть. Кто-то вибрирует там, сын. Я надеюсь, что ничего важного, потому что он очень... Слушайте, ну может он качает? Ну, очень тяжело. Это, конечно, для шариков. Для шариков предназначено. Не для кругов. Мама все время что-нибудь как придумает. Ой, это не я. Это не я, это здесь дырочки. Ну-ка, давай. Ну вот он вроде надувается, вроде нет, я не знаю. Ладно, давайте я губами подумаю, попробую. Вот здесь, как я понимаю, клапана нет. Вот это вот плохо. Но я просто хотела в фикс-прайсе взять, попробовать. Вообще, наверное, надо в другом месте брать. Нормальное, с клапаном. Надую и вернусь. Пока я дую, это будет нелегкий, то есть небыстрый процесс. Хотела сказать, что круг, который я покупала, он тоже без клапана. Я тоже его вот так вот дула, но он так и не надулся, так как клапана нет защищающего. И пока ты закроешь эту штуку, выдувается воздух. Он так вот и не приобрел ровный круг. Вообще бассейн кругленький должен быть. С какими-то заломами он лежит у нас дома. Там игрушки хранятся у нас. Короче, я его дую-дую, но как бы это тяжело. А ребенок, он не ждет, понимаете? Давайте я лучше сниму видео. И в конце я уже, когда все сниму, знаете, я уже буду дуть, чтобы осталось совсем чуть-чуть. А то я сейчас буду просто тратить на это время. Отложу. В конце я вам покажу. Оставайтесь в конце. Так, что из фикс-прайса? То, что вы уже видели, это мехенди. Моя мать и ее мехенди, которая у меня не получилась. Но я почитала ваши советы. И там были советы, что, например, раз она жидкая такая, да, ее налить куда-то. И нужно тоненьким слоем именно промакивать. Мне понравилась эта идея. Почему она зеленая появилась? Я читала комментарии не в Ютубе. К сожалению, пока еще не добралась до них. Их очень много, а времени так мало. Это я уже читала там, где мне лично писали или еще что-то. В общем, почему зеленая, так я и не поняла, почему цвет зеленый. Где-то зеленая, а где-то не зеленая. Но у меня еще черный есть. И да, там появились в фикс-прайсе, я сразу же купила. Там разноцветные есть. И это мехенди, 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 мать и ее. Также я купила малышу вот такую штуку. Знаете почему? Я была когда у подружки своей в Москве, у нее вот такая вот штука валялась, ну, среди игрушек. И малой ее схватил и постоянно с ней тягался. Все время, пока мы там были. Я думаю, надо купить. Я зашла и купила в фикс-прайсе. Вот он ее хватает. Вообще это массажер вот такой вот. Масло наносишь и массажируешь себя. Ну, ребенок играть ему нравится. На. Вот уже увидел и просит. Двумя руками тебе. Твоя, твоя игрушка. Также я хотела сказать, ну, так как у нас девочки все, да, и взрослые, и маленькие, это всем подходит. Я как бы не говорила раньше, но я решила поделиться, потому что появились в фикс-прайсе вот такие дискрет. Мне очень нравится. Вот такие появились дискрет, и еще появились более тонкие. То есть вот очень-очень тоненькие ежедневные такие прокладочки. Они очень удобные на самом деле. Ну, девушки знают для разных целей, да. Есть вот здесь, видите, она такая полностью, а есть еще такая вот чисто вот посрединочки, и вот здесь вообще тоненькие. То есть они идут как для обычных трусиков, так и для стрингов. Просто их раньше не было, и я всегда покупала такие в Ашане. Мне очень нравилось. Сейчас появились такие в фикс-прайсе. Стоят эти 99 рублей. И я, честно говоря, не помню, сколько они стоят в Ашане. По-моему, 127. Но дешевле. Хотела этим поделиться. Думаю, ничего страшного, да. У нас реклама прокладок крутит на телеканале, поэтому ничего страшного. Давайте перейдем к Алиэкспресс. Хотела рассказать, так что у меня проблема была с носками, которые я ищу ребенку. Вот на Алиэкспресс я заказывала вот такие носочки. В принципе, они мне очень нравятся. Я все носочки стираю в машинке. Из-за этого они, как я понимаю, быстрее кошлатятся. Ну, вот эти я купила на Алиэкспресс. И я ими довольна, потому что они не так кошлатятся, как другие, да. Ну, вот мы уже сколько их стирали и носим. Я покупала здесь вот такие вот антискользяшки. И мне очень нравится такая клетка, знаете, я не встречала таких. Клетка серая, белая и черная. И я покупала их тогда, они на нос большие были. Сейчас они на нос как раз, и вот мы их таскаем. Вот эти носки мне понравились. Можно брать. И еще я вам не показывала. Я заказала вот такую штуку ребенку. Мы уже ей играем, но еще даже можно еще и постарше, да. Но смотря как у кого. Здесь, значит, такая штучка. Здесь, смотрите, куча зверюшек всяких разных, да, нарисованы. Здесь такая штучка с громкостью. Мы включаем. Так, и теперь можно нажимать. Почему беды от меня? Коняшка. Уля, 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 уля. Собачка. Квакушка. Уточка. Это просто музычка, вот нотки. А вот домик. На домик нажала. В общем, вот такая игрушечка. Кладешь ребенку. Он нажимает на все это, лазит по ней, рассматривает эти все картинки. Нравится нам тоже, да. В общем, на эти с Алиэкспресс я оставлю вам ссылочки под видео. И, кстати, ее можно мыть. Она сделана из такой клеенки. Немножко такой шершавой. То, что тоже может привлекать ребенка. Вот такие вот звуки всякие, пока он по ней ползает. И ее можно протереть, если вдруг-то вам написал на нее или еще что-нибудь. И здесь ткань такая, тоже достаточно легкая, с другой стороны. Дальше мы поедем. Я хочу вам рассказать, раз мы уже пошли о носках. Я покупала разные носки. Вот эти вот носки из H&M, белые, серые. Тоже с антискользяшками сзади. Вот эти я покупала в Мазыке. Вот такие. Они у нас по одному остались. Я не знаю, где остальные носки. Это такое дело. В общем, я вам скажу, что все достаточно кошлатится, в принципе. Вот, например, серые уже покошлатились. И сейчас сказали, там я с девушкой стояла, она говорит, да, с носками сейчас... Мне кажется, они все кошлатятся. Но мне понравились одни носочки, которые, знаете, где покупаю? У нас в магазине Лео. Называется текстиль. Какой это текстиль? Русский текстиль. По 39 рублей. Это в 2 или в 3 раза дешевле, чем вот эти все носки новомодные. Вот так вот они выглядят. Вот такие вот. Ну, я люблю белые, да, какие-нибудь. Там есть однотонные белые, голубые. И просто с каким-то вот белым узором вот таким, да. Я не знаю, видно вам? Нет чуть-чуть вот здесь узорчика. И вот сзади написано спорт. Мне нравятся носки голубенькие, красненькие. Есть там с ягодками, конечно. Но я покупаю в магазине по 39 рублей. И я поняла, что только эти я и буду, наверное, покупать. Дальше мы готовимся к плаванию. Я уже купила плавательные трусики Либера. Мы еще не купались у них. Они вот такие красивые, цветные, оранжево-синие. Ну, купила она здесь 6 штук. Стоит 359 рублей. Здесь написано. Поэтому планируем в бассейн. Все никак не дойдем еще. Дальше что? Я вот такие вот игрушечки купила ребенку. Что, батаре... Ой, выключаю. На. Молоточек. Его нажимаешь, бьешь. И вот он все любит. Он все любит. Все берет, да. Еще я никогда не думала, что вот такой простой кораблик из Ашана может так понравиться ребенку. И он с ним пойдет купаться. Он вот с этим корабликом там постоянно не расстается в руках. Я, может быть, вам говорила в одном из влогов, что он перестал бояться у меня купаться. Он прям скользит и боится. Ядера с ним залезла вместе в ванну. И потом вроде бы нормально сам же ему нравится. Он пристает, там уже не боится. Ну, в общем, кораблик я купила, чтобы он отвлекался, с ним купался. Он простой. 38 рублей, по-моему, стоит в Ашане. Такой красный решил взять. Ему он тоже нравится. Также я купила вот такие вот еще. Игрушки развивающие. Ну, вот книжки он у меня очень любит. У меня три книги вот такие вот деревянные. И когда я встаю, на самом деле, утром, да, и я еще не выспалась, он-то спит со мной на диване, да. Я его беру, кладу его в кроватку. Вот там у него есть игрушки. И он с ними еще полчаса может играться. И он очень любит разглядывать книжки. Вот и бывает, я его тогда посажу, он возьмет вот эту книжку, и вот он пытается ее листать. А здесь такая книжка, ее можно почитать, но и все вот так вот нажимаешь сюда. В конце здесь такая песенка. И можно я с ним вместе петь эту песенку, да, и слушать. И хорошо, что можно нажать и выключить, потому что есть такие игрушки, которые пока не доиграют, нет. В общем, вот такие, волшебная кнопка называется. Тоже мы купили в моем солнышке. 250 рублей, по-моему, стоит такая книжечка. А вот это мне очень нравится. Это тоже в моем солнышке купили. Я сейчас открою. Такой умный кубик. Маленький, он стоит 103 рубля, и я просто решила попробовать, да, как он, понравится ему вообще или нет. Будет, может быть, это еще рано, конечно. В общем, открываем кубик, а там вот такие вот... Сейчас покажу. А там вот такие вот всякие штучки. Вот такие, вот такие. И нужно засунуть, понимаете, да? То есть ребенку нужно засунуть, чтобы туда попало, никак через другое не попадет. Ага. Через кружочек. Там валенчик нет, там макрой едет. Вот так примерно весь день проходит. Там нажала, там упала, там вывалила. Через кружочек, через квадратик. Ну да, вообще можно. Через какие-то можно, через какие-то нет. Ну, короче, приколючка. Я думаю, что они достаточно крупные. Он любит у меня все в рот засовывать. Я думаю, что ему понравится. Будет пытаться что-нибудь засунуть, но и на вырост. И сейчас погрызть, и на вырост. Эти штуки тоже отрываются все, и пусть он все это грызет. Есть еще побольше там кубики, ну, по несколько штучек уже. В общем, такая интересная штука. Также мы купили горшок. Горшок нам все советовали. Мы купили удлиненный, видите, такой горшок. Мы еще в него ни разу не ходили. Удлиненный горшочек со спиночкой, с этим всем делом. Little Angel. Ну, мама взяла где-то. Один с крышкой, один без крышки. Вот она с крышкой все забрала, а мне без крышки. Ну, знаете как, я почитала очень много отзывов всяких. Вообще говорят, что... Ну, я сама так чувствую. Вообще, я ребенка воспитываю не так, как нужно, а так, как я чувствую. Вот я чувствую, он что-то хочет. Я, ну, и думаю, это полезно, не полезно. То есть, чисто из своего опыта и от того, как я живу. То есть, я не приучаю ребенка, там, к режиму жестко. Я его не уложу спать даже просто, если бы мне захотелось. Он ляжет спать тогда, когда он хочет. Единственное, что я могу подстроить, там, я могу его заотвлекать-заотвлекать, да, чтобы он там лег чуть пораньше или попозже, чтобы встал, допустим, пораньше. Да, про тебя говорю. Что касается горшка, я считаю, что, ну, лично я не буду приучать его, пока он ничего не понимает. Я не вижу смысла. Я его сажу на горшок, он начинает играться. Начинает играться со своими причиндалами, с трусами, со всем, что вокруг, с горшком играться. Я вижу, что ребенок не понимает. И для меня какие-то манипуляции бессмысленны. Я понимаю, когда, может быть, в детстве наши мамы высаживали раны на горшок, тогда не было памперсов еще, тогда в их интересах было высадить его быстро, и поэтому приучали. Ну, сейчас я не вижу этого смысла, тем более я посмотрела, не помню, как девочка называется, она рассказывала о том, что у всех свое время, и что ребенка лучше приучать, когда он уже хоть что-то понимает, и понимает, что у него что-то там намокло, что-то не то, как-то с ним разговаривать, еще какие-то моменты, но ни в коем случае не... То есть есть и плюсы, и минусы, даже есть минусы того, даже не плюсы, а есть минусы того, что ребенок на горшок рано выходит, в общем-то. Поэтому я не утрирую ничего, не форсирую события. Также мы стали брать вот такие вот кашки, разные, я разные беру их, и в симпер, это что такое? А, это то же самое, а вот сладкие и не сладкие, большие, потому что раньше я ему давала маленькие, и я смотрю, что он как-то еще хочет. А когда я ему даю сверху смесь, когда нам говорили, давайте ему типа вот штольчика, давайте сверху смесь, смесь он не ест. И получается, что этого продукта он бы еще съел, но его нету, да? Как бы по две не давала. Не знаю, сказали по одной давать как-то, я давала по одной, хотя можно было и по две дать, только до меня допетрило сейчас. Я решила, в общем, брать уже большие, и даже в некоторых из них есть с кусочками, чтобы ребенок привыкал как-то живать, да, что пища не такая, а вся у нас жидкая. Ну и сладенькие такие, большие стала покупать. Теперь мы кушаем в два раза больше, а значит, мы быстрее будем расти, ширеть, шить, идти. Дальше, что хотела? Ну что же мне кто-то все пишет, пишет и отвлекает? Подождут. Дальше, что хотела сказать. А, что я накупила? Это сегодня я была уже на рынке. Сейчас, в чем мы сейчас ходим? Для меня идеально. Это носочки, которые я вам показала, вот такие вот, да, они тоненькие, они тут в сеточку, они очень-очень легкие, в отличие от некоторых других плотных, например, вот эти за ищетным, они плотнее будут. Я ему покупаю, значит, вот такие, я вам показывала уже, кофточки, вот тут пробитые сердечки, или там ромбики, полосочки, очень тоненький хлопок, 150 рублей я покупаю. И вот такая, тоже тоненькая, но мне больше нравится в дырочку. Но здесь мне что-то рассеточка понравилась, хотя я не очень люблю эти машинки, и все такое, но это мне показалось симпатичным. Симпатичным. Пусть все равно, знаете, он что-нибудь уронит, еду какую-нибудь, оранжевого цвета, особенно стыква чего-нибудь, и все, и носки, и кофта, все замаралось, с какими-то пятнами я постирала, смотрю из всего, что у нас есть, там две уже можно все, ну, только дома. И набрала, ну, смотрите, трусики, вообще это для взрослых мальчиков, да, там в два года, или еще что-то, а мы их носим как шортики. Мне вот они очень нравятся, я их на рынке купила по 50 рублей, где-то они по 100 рублей продаются, где-то по 200 даже, представляете, в общем, мне кажется, я самые дешевые нашла. И цвета такие классные, вот с одной стороны ровненько, да, а здесь, оп, машинка, здесь серенькая, здесь тоже машинка. Я набрала разных много, я уже купила три штуки, у меня есть, и я еще четыре купила. Вот. И одеваю сверху вот так, какую-нибудь вот такую маечку, да, ну, по цвету, конечно, все у нас по цвету гармонирует, но в основном белую так одеваю, и белые носочки. Это то, что мы ходим. Сейчас я ему дома не одеваю памперс, он у меня ходит вот в таких вот трусиках-шортиках, лазит, пописал, сполоснула, одела новую, пописал, сполоснула, одела новую. Чтобы раз десять он мог пописать. А потом одеваю уже, конечно, ему, у него в кроватке тоже, эти, постеленная клеенка, а вот здесь на диване не постеленная. Девочки, начала искать я головной убор ребенку. Я хотела ему панамку, и хотела что-нибудь еще, ну, как бы для разнообразия. Зашла в один магазин, ну, там ничего у них не было, была только вот такая вот, смотрите, с козырьком, косыночка. С козырьком косыночка. Я спрашиваю, сколько стоит? Ну, мне понравилось, думаю, глянь, прикольно. 550 рублей. Я говорю, да ладно, ну что здесь 550 рублей стоит? Я говорю, нифига себе цены. Подумала, на рынке будет меньше. Ну, я не знаю, сколько, блин, цена, 100 рублей, 150, вот этой вот. Ну, реально. Короче говоря, не стала брать, пошла, пошла на рынки, и на рынках, в принципе, была, но я там не смотрела цены. Пошла, в общем, H&M, всякие вот такие вот магазины, детские, детский мир и многое другое. Короче, что вы думаете? Такие панамки, я еще хотела купить панамки. Где-то такие панамки стоят, 2 300, вы понимаете? 1 200, 2 300, 800 рублей. Вы понимаете, что вот это то, что я в идеале хотела купить, это вообще копейки, 550 рублей. В итоге я нашла вот такую панамку, где я ее нашла? А, в Мазаке. Я купила ее за 400 рублей, по-моему. Мне она нравится, она такая вот тоже по цвету стильненькая, здесь на вот такой штучке застегивает. Видите, у меня практически все для ребенка. Жизнь изменилась. Скоро-скоро я сниму видео ожидания, ВС реальность до беременности, до беременности и после беременности. В общем, вот так вот я еще закозыряю, козырек ему делаю, в общем-то, и по кругу у него ничего нет. А вот эта мне панамка очень понравилась, я вернулась все-таки и купила ее, потому что нигде на рынках, вообще, когда я говорю, у вас есть козырек пандано, пандано с козырьком, ничего нет. В общем, вот так вот она делается, я ему, конечно, согну еще здесь, он будет у меня модный. Классная, да? Ну и все, наконец-таки очередь для меня, я же была в H&M, как вы поняли, да, и там была распродажа, там всегда висят некоторые вещи, иногда меня привлекает что-то, я сразу такая, раз, подойду и все тогда посмотрю. И я купила себе по 350 две офигенские кофточки. Одна вот такая вот, тоненькая, но это когда уже потеплеет, потеплеет, не надо потеплеет, хватит уже, похолоднеет. Вот такой цвет, мне кажется, он мне очень идет, он такой, знаете, какой-то глубокий, синий, томный, не знаю, что-то такое. А сзади вот, ну вот так, очень красиво смотрится, с длинным рукавом такая, будь здоров, такая длина, ну, средняя, в общем-то. А вторая тоже мне идет, очень-то цвет, красивый, голубой, она, видите, вот такая вот, здесь немного расклешенный рукав, а здесь, знаете, перед, хотя нет, одного они берет вниз, но у них по бокам разрезит. В общем, я одену, покажу. Вот. Ну что, все, все покупки закончились, теперь нам нужно что? Нам нужно надуть эту фигню. Рот болит. Дуло. Ну, в общем, эта вещь вроде бы, вроде бы, вроде бы более качественная, потому что, видите, без залома, все. Только я не пойму, почему она издает звук. Вот такая штука, вот такие ножки, тут достаточно много места. Я думаю, она специально пищит, или здесь где-нибудь продувает. Скажите мне, у всех пищит так? Дэнни, смотри, будешь купаться такой? Залезешь такой? Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Котенок мой. Ну, мне нравится вот эта штука, очень красивая. Ну, в общем-то, и все. Мы с вами прощаемся. Да, Дэнни? Прощаемся? С корабликом. Сиди. Прощайся. Гри, пока всем. Говори, пока всем. Всем пока-пока. Вот так. Вот, кстати, кофточка, как смотрится. Спереди. Ну, легче, конечно, по цвету надо подбирать. Вот сзади. Мне очень нравится. Ну, в общем, тут, может быть, не особо видно. Сейчас вторую покажу. В такой же аре, на самом деле, имеет свитера. адский ад. В общем, вот она, вторая. Такой вот цвет мне нравится. Прямо все, да? Такая прям ня-ня-ня. Такая милая, вся нежная. Вот такие рукава. Сейчас, в принципе, актуальные такие клешоные рукава. И, в общем, вот она по бокам здесь, видите, сделана. Разрезик. И сзади она обычная. Очень приятная ткань. Вот так. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Дэнни прощается. Он уже с этой игрушкой не расстается. Все, мы прощаемся. Да, от тебя тоже, от тебя тоже я говорю пока. Иди, он мне сюда. Что-то не успел сказать. Ну, давай в следующем видео, да? Да, мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.